Всем привет! Так, ждем пару минут и начнем. У кого есть вопросы, сразу пишите. Тема сегодня очередная. Вопрос-ответ. Так что пишем вопросики. Может что-нибудь новенькое сегодня будет. Продолжение следует. Звук есть? Поставьте плюсики, пожалуйста. Продолжение следует. 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 И так далее Очень подробно рассказал Посмотрите, он очень дешевый Дает много возможностей Дает возможность поиска Людей, которые нам пишут отзывы Без выкупа и так далее Чтобы с ними бороться было проще Я могу рассказать только базовую вещь Базовая вещь для меня лично Это сколько письма отправлять И какого формата Раньше мы отправляли как бы три письма Это при покупке Это при получении И это напоминалка Сейчас для меня лично Но в принципе это уже давно достаточно Я наверное еще в осень всем говорил Отправлять максимум два письма Потому что при покупке, ну бред Зачем спамить лишний раз Вот, сейчас на данный момент Актуально максимум одно письмо Это точно А вы уже выбираете сроки Когда вам, так скажем В зависимости еще от товара Потому что как вот недавно была рассылка тут Мега монстров, гуру амазонов Которые говорили, что надо В первые минуты покупки Писать письмо Чтобы пока человек на позитиве написал отзыв Но не забывайте, что Я уже в прошлый раз по этому поводу говорил Что товары разные Есть товары, которые 7-минутные То есть вот впечатление классное Раз, человек хочет вам написать спасибо, благодарность А есть товары, которые со временем Просто эту благодарность дают, так скажем Вот, из-за этого первый день написать это письмо Или Как сказать На четвертый, третий Ну короче, то есть вопрос Это сразу написать письмо Или написать письмо после какого-то ощущения пользования То есть третий, четвертый день Вот, это уже на усмотрение и зависимость от товара Я так делаю А в письме писать Именно скрытую напоминалку действительно Практически без просьб каких-либо То есть Расскажите о ощущениях вашего товара И так далее, и так далее Вот Чтобы вы просто напомнили о себе и о своем товаре Я делаю это так Потому что Раньше очень было сложно отзывы получить Сейчас еще сложнее Но люди, кто этим занимается Получают там Ну на данный момент До 10% Не более В любом случае Даже при Это вот, считай, отличный показатель Это всего-навсего 10% Так что ориентируйся Так, следующий А, ну зонмастер Ну я использовал селсбеки На данный момент, так как у меня товара нет Я ничего не использую А те ученики или те люди, которые мы ведем Мы переводим на зонмастер Там гораздо больше возможностей Там HTML можно заводить Но этим надо заниматься То есть там очень много пунктов Можно еще обсудить более О получении механизма фидбэка Отзыва от покупателя Немножко непонятен вопрос Если вопрос Об отзыве именно через Автореспондер Я уже сказал Здесь уже психология Что у нас за товар Если у нас товар какой-нибудь Вантуз для унитаза Человек, когда воспользуется Будет, наверное, нам благодарен Или не благодарен А когда он его получит Я думаю, эффекта вау не будет от него Вот, ну Палкой, резиновой штучкой Все, что Непонятно Ну, то есть я понимаю И другие товары Из этой же серии Бывают Товары, которые реально там Подарочная открытка Наверное, наверное Сразу можно попросить Потому что потом Напоминает смысл Как вы получили Набор подарочных открыток Ну, бессмысленно Ну, то есть вот Каждый-каждый по-своему двигается Кому как нравится Я считаю Нет на такие вопросы Однозначного ответа Мое мнение Именно такое Но больше одного письма Точно не надо И зонмастер еще чем хорош Так как он не так давно Используется Все-таки в спам меньше попадает Нам так кажется Потому что Денис говорит У него по статистике Он один из первых У нас им пользоваться Значит, он его и нарыл У него до 60% открывания Значит Раз открывает Значит, они хотя бы видят Если вы имеете в виду По отзывам с выкупом Ну, для меня Отзывы с выкупом Это другая история совсем Это больше Продвижение Это больше села Это удержание позиций Это продвижение позиций Я вообще их не рассматриваю Как исключительно звезды То есть, звезды Это как вторичный ресурс То есть, вторичный Ну, короче Основное продвижение Основное это села А отзывы Это в любом случае Мы их получим Вот, то есть, у меня нет такого Что первые это звездочки А там уж не важно По какой фразе мы им, например, раздаем Для меня, наоборот, очень важно Какую фразу я выбрал По какой я двигаю товар Или держу товар Вот Чем, например, получить эти звезды Звезды, да Вторичный продукт Он в любом случае будет Без этого никак Отзывы без выкупа Тоже размываем Ну, мы постоянно об этом говорим Размываем просто Увеличиваем массу Потому что, к сожалению У нас не так много Людей, которые отзывы пишут Денис, привет Нахожусь в начале пути Проштудировал в ресерсе Все категории Очень привлекает категорию Бэйби Можешь как-то прокомментировать Эту категорию Стоит ли с ней начинать Какие сложности Подводные камни Спасибо Ну, по категориям В любом случае Надо смотреть конкретные товары Потому что в Бэйби Могут быть товары Совсем Такие детские Там, я не знаю Крема там Или там Какая-нибудь там Масло для попки малыша Грубо говоря Или какие-нибудь простые пеленки С которыми ничего сложного Особенного нет Так что все зависит от товара Я люблю Меня тянет Прямо вот реально тянет В закрытой категории Почему меня тянет Потому что мне нравятся Категории Где есть Точнее не категории А любые товары Где есть какие-то Преграды для всех подряд То есть если человек Может любой С любыми деньгами Зайти там Хоман Китон Спорт То в Бьюсе Например там В здоровье Уже сложнее Из-за этого Мне туда прям тянет Вот И меня тянет Именно там Где есть сложности То есть я хочу Эти сложности преодолевать Чтобы их знать Вот к сожалению Мне подсказывают Показывают Рассказывают Но пока сам не попробуешь Вот Не получается Вот из-за этого Меня вот тянет На всякие крема Лаки Лосьоны Я не знаю Там присыпки И так далее И так далее Все туда Из-за этого Бэйби Ну нормальная категория Есть Самое Кстати Самое Что смешное У меня Я Не так много Продвигал Ну может там Я не знаю Там Несколько десятков Товаров всего Ну может там 50-60 Я не стремлюсь Продвигать Через индусов То есть мы Этот инструмент Используем Но Нет такой Самоцели Грубо говоря Заниматься Продвижением Через вот эту Вот серую схему То есть Мне больше нравится Органически выходить То есть Это качественный листинг Качественные фотографии Правильная цена Оптимизированный листинг И соответственно Раздача Ну я всегда на раздачах Сиел Когда я помню Меня комментируют Что я Занимаюсь тупо раздачей Это каждый может Ну не знаю Почему-то кто-то платил Зонбласту Или Вера Линчу Там Тысячи долларов Я сам в ручном режиме Сам раздавал Вот И сейчас мне раздача нравится Потому что я сам контролирую Количество в день раздачи Я контролирую куда Пай То есть я контролирую ситуацию Вот Так что Бэйби Именно Самый есть популярный товар Я думаю Очень многие его думают Очень многие Мне он тыкаются И кто со мной общается Часто мне его показывают Я говорю Не надо Ну не знаю По крайней мере В русском сегменте Меня уже Я не знаю Человек 10 наверное С этим товаром Ко мне обратились Показывали Кто-то уже его продвигал Кто-то продвигает Кому-то мы продвигаем Не буду говорить Что за товар Думаю Если кто меня знает Догадались уже Вот Самый популярный товар Вот я не знаю Почему нас так тянет Именно на Бэйби Туда вот Для детей Ну вот Так что Вот такой вот товар Популярный ниша Здесь нет никаких преград Из-за этого А почему еще О Угадал Угадал Ну вот Люди уже знают Я говорю Просто это вот Да-да-да-да Именно С разным Врядцем Вот И еще Хотел бы рассказать В закрытых категориях Еще что хорошо Что Все-таки Меньше начинающих Там все-таки Покруче люди И там меньше Демпинга То есть там В разумительной Конкуренции Мне кажется А в В Конкретно Этих самых В открытых категориях Все-таки люди Многие Не попадают в товары Им приходится сливать И получается Ниша Сливается вместе Так значит Как бороться с хайджекерами Ну вот На данный момент Мы возвращаемся К летней ситуации Летом Мы как бороться с хайджекерами Мы Делали выкуп Искусственный Ну Такой основной Как бы путь Делали выкуп Просили каких-то Американских друзей Ну или вот у нас там Как мы выкупы делаем Например для своего товара Мы также выкупы делаем И чужих товаров Вот Мы делаем выкуп Фотографируем Что товар Не соответствует описанию И жалуемся на это Амазона На конкретного Эту продавца Бывает ситуация Как мне пишут Мы это сделали Купили товар И Амазон Никак не отреагировал То есть Байбокс У нас так и не ушел Никуда Ну видимо не пожаловались Видимо не то сделали Ну купили товар Я не знаю Я не являюсь покупателем Амазона Не знаю как жаловаться Ну надо нормально пожаловаться Сказать что вы там Мой ребенок там Я не знаю Вот ждал так Это подарок там Меня Ну то есть нормально Надо написать Отзыв душевный такой От души И мне кажется Проблема будет Ну два раза значит Надо выкупить Это товар Разный покупатель Естественно Вот И чтобы они жаловали Что Вот на фотографии Нарисован Чеснокодавилка С названием Вася А пришла С названием Маня А мне надо От Васи Обязательно Вот и все Другого варианта нет Потому что Мы летом этим занимались Потом Мы все разом узнали Что есть такая ситуация Что можно бренд регистр Сделать Никто этого не знал То есть Это вылезло там Насколько я помню Осенью Вот Мы осенью все это запустили Начали Амазону жаловаться И начали все отлетать Восень В зиму Амазон Начал жестко Убивать Всех там Дропшиперов И всех остальных Потому что у нас Прямо вот Октябрь-ноябрь Все вдруг пошли В декабре Начали дропшиперы Стонать Как их начали банить Ну по крайней мере Что я вижу Я могу ошибаться Конечно Но мне так Мне так казалось Примерно в этих Числах Вот И Видимо Амазон Что-то там Переиграл опять И Сейчас на данный момент При бренд-регистре Они говорят Регистрируйся Торговую марку Официально И бренд-регистре Ты пожаловал Что там У тебя не должен Никто в байбоксе быть Они говорят Это не кайт Вот Из-за этого Возвращаем все Что было летом Бренд-регистре Нам что позволяет Это изменить Если нам Амазон Ничего не с того Решат поменять Подкорректировать Наш тайтл Наши Листинги И мы Соответственно В этот момент Можем им предъявить Свой сайт И сказать извините Вот сделайте Как на нашем сайте Можем сделать Там красивый Дискрипшн Не знаю там Как он сильно Помогает для продаж Не знаю Вот Но хуже не будет точно Вот То есть в этом направлении Что еще Бренд-регистра Нам помогает Это UPS коды заменить Вот Ну то есть Амазон Он что-то предупредит Что-то не предупредит То есть Постоянность ситуация меняется Так что я вот В этом направлении двигаюсь Так Следующий вопрос Владимир А если Соответствует Ведь может Сложность Не составлять Сделать Один в один Ну В любом случае Может быть Ну Зачем китайцу Вести Чеснокодавилку От Вань Маловероятно Что он вашу Чеснокодавилку Найдет Но если Только производитель Я не знаю Как выиграть Байбокс Байбокс Это Дропшипперская тема Я В принципе Не дропшиппер Ну а так Выиграет Байбокс Насколько я знаю Я конечно Могу пригласить На следующий лайв Специалистов Под руку Серьезных Кто деньги Ворочает Но вроде Как бы у нас Не было такого Пишите Вы вообще В любом случае Темой мне пишите На данный момент Я отвечаю на вопросы Потому что У меня нет Таких интересных Спикеров Действительно Интересных Которые 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 Могут Что-то Дать А смысл Тогда Вот По Байбоксу Но это Комплексное Вы должны Иметь Хороший Рейтинг Продавца И Максимально Выгодную Цену Если Там Есть Амазон Насколько я понимаю Там Как там Умные люди Говорят Там 90-95% Выигрывает Амазон При любом Раскладе Если Нет Амазона Значит Ориентируйтесь На рейтинг Продавца И Цену Товара Вот И Все Тоже Не Знаю По Европе Вообще Не Понимаю Какие Тулы И И И И И И Вот Потому Что Все На самом деле Даже Самое Что Смешное В Европе И Странах Например Если Там Брать Это Англия Германия По Моему Мы Что-то Брали Например В Одной Стране Работает А в Другой Не Работает Мы Сейчас Сколько Сделать Где Сделать Счет Чтобы Привязать Юр Аккаунт Я Понимаю Что Я Недавно Говорил О том Что Страны Третьего Мира Россия Украина Казахстан И все Такие Же Только Имеют Юр Аккаунт Право Открыться В Америке В Европе Юр Аккаунт Это Значит Надо Обязательно Счет Я Сейчас Пионером Веду Переговоры То В принципе Есть Схема Как Привязать Юр Аккаунт К счету Пионер Но Не просто Я так Понимаю Но Еще Я Это Не Сделал И За Это Точно Сказать Не Могу Мне Сказали Что Это Гипотетически Возможно Там Есть Схема Вот То Что У меня Есть Аккаунт Пионера Европейский То У меня Мультиаккаунт Пионера У меня На Доллар На Фунт И На Евро Вот Но Он Не Подходит Потому Что Он Частный Аккаунт На Физическое Лицо Надо На Юр Лицо Соответственно Сначала Надо Фирму Оформить Дистанционно Это Можно Сделать За Денежку Потом Мне Надо На Эту Фирму Организовать Счет С Пионера Отдать Данные Но Как я Понимаю Пионер Требует Еще счет Банковский Вот Ну Я Не Знаю Короче Мы Эстония Англия Есть у меня Люди Которые Меня Консультируют Очень Серьезные Грамотные Но С Англией Мне сейчас Говорят Типа Непонятка Брексис И все остальные Там Через год Через полтора Англия Отвалятся Типа Опять Эстония Почему Хороша Эстония Потому Что В Эстонии Не надо Платить По доходу Налог Нет У ВАДа А есть Только 25% На вывод Чистого дохода То есть Выводишь Это выводишь Как Я не знаю Ну как Как доход Вот 25% Ты плачешь 25% Вот Ну мы сейчас Вот разбираемся Из-за этого Говорят Поставим Что-то меняется И вот никак Выбрать не можем Слишком много Выбора Тоже плохо Вот И тогда Уже будет Понятно А по Тулан Ну На самом деле У меня сейчас Такая ситуация Я Как бы Веду Вот эту статистику Например По товарам Классно продающимся В Америке Но Как я объясняю И сам понимаю Эти товары Уже Очень высокая Конкуренция Низкая маржа И я Соответственно Тупо ищу Эти товары Прям вот просто Перекидываю На английский Амазон И смотрю Где ниже Конкуренция И все То есть Иду вот от обратного Прям даже Не иду на Германию Вот иду прям Просто по Англии Например Смотрю Если в английском Амазоне Меня все устраивает То есть Мы соответственно Такую будем товар Загружать Именно Классный оборот Классный тренд А конкурентов Почти нет Плохие фото То есть я беру Там десятки Сотни товаров Здесь все круто Здесь все круто А вот здесь вот нормально Так себе в таблице Откладываю А потом из худшего Из Худшей конкуренции Более слабой Конкуренции Выбирай нишу Денис Ты бы не мог Читать вопрос Перед тем Как отвечать на него Извиняюсь Вроде читаю Стараюсь Только что я рассказывал Про вопрос Какие есть программы Инструменты Для Амазона В Британии А кстати Вопросы Под этим Написаны Под видос Денис Если Зарегать Торговую марку Штатов Дорого Конечно Это поможет Бороться За свои права Как Скажем Владелец Идеи Продавать Определенный Авторский набор Так Ну смысл какой Как я понимаю Еще раз говорю Я не юрист Самый тонкий вопрос Для меня сейчас На данный момент Это Это у нас Патенты Непонятно где Смотреть сертификаты И таможня Американская Ну вообще Любая таможня Потому что Возить грузы Мы можем не все Я думаю Многие с батарейками Столкнулись Многие с другими Товарами столкнулись Но Самая жесть Это Это жидкие товары И это Там всякие Сыпучие товары Как вот Посредники говорят Вот Из-за этого Вот с этим Мы разбираемся Если нет сертификатов FDA и MSCDC Вот Сертификат безопасных Как я понимаю Вот Там возникает Возникает проблема Мы вот с этим Сейчас как раз И боремся А Торговая марка Там все просто На самом деле Если вы налепили На какой-то молоток Торговую марку То Другие не могут Продавать этот молоток С этой конкретной Торговой маркой Все То есть Мне кажется Там все просто Да Действительно Регистрация Торговой марки Это Что-то Ну может я ошибаюсь Конечно Но что-то Похоже на Патент Но патент Это совсем другая тема Потому что Патент Этим прибором Не смогут Никто торговать А торговая марка Если вы в бренд В эту торговую марку Вложите деньги И будут покупать товар Например Найк Кроссовки Или кроссовки Найк То есть Что спереди стоит Человек будет предпочитать Найк Адидас Или какой-то Неизвестный Ноунейм Компания Вот Он будет Найк Например Купать Или Адидас Или там Сейчас на Китай Зайти Посмотрят Стоп У них кроссовок И некоторые Реально уже Все лучше и лучше Нормально Некоторые готовы Торговую марку Регистрируют Да Просто мы регистрируем Если бренд регистрируем Это просто на Амазоне Мы фиксируем что-то Но если мы будем торговать И зафиксируем там Компанию Найк Опять же Вот Она на Амазоне Например Не торгуется То представитель торговой компании Найк Придя на Амазон Увидит этот Беспредел Нас все равно забанит Даже не торгует там Просто предъявят документы И все Так что Торговую марку Ну Надо узнать Это не великая проблема Огромное количество С Америки С кем мы общаемся В нашей группе есть Вот Там Теми же юристами Уточнить Как это все делается Вот Патент там Достаточно долго делается Торговая марка Мне кажется Должна повеселей пройти Ну Я думаю Юристы Просто надо уточнить И все Не было такой задачи Даже не интересовался Не дошли до этого уровня Ничего не могу сказать Торговую марку Регистрировать Есть смысл Тогда Когда мы в нее Деньги собираемся Складывать То есть Это реклама Это продвижение Это В этой торговой линейке Должно быть много Товарных позиций С каю То есть Мы не можем Работать Вот Мы не сможем По-другому Никак сделать А если у нас Там Один Два Три товара И мы делаем Торговую марку Еще в нее деньги Платим Но это Мне кажется Неэффективно Если надо будет То есть Пишите в группе Я думаю Вам подскажут По торговой марке Если Будет Какая-то Сложность С этим Обратитесь Я тогда К людям Обращусь Кто этим Занимается Я тоже Даже не знаю Вот честно Для меня был шок Когда я узнал Что патенты В одной стране Работают Например В Америке А в Англии Они не работают Вот То есть Тоже много Таких моментов Микромомет Где это узнать Я не знаю Лично Ну То есть Тоже Работаем С этим Разбираемся На грабли Наступаем Вот Этим Опыт Так и Зарабатываем Правила Игра У них Совсем Другие Не как У нас Но Чтобы рисковать Надо что-то Зарабатывать Вот И за это Надо Аккуратно Аккуратно Заходить Потихонечку Цепляться Цепляться И потом Зубами Как бульдог Вот Когда уже Понимаешь Что ты оттуда Денег Заработаешь Столько Что Мам Не горю Я моя Ты уже Начинаешь Действительно Или Рисковать Ну опять Надо рисковать И на последнее Рисковать На те На которые Мы Желательно Заработали Ну вот Из-за этого Почему многие Говорят Заходите С простыми Товарами И так далее Потому что Меньше гемороя Меньше Переговоров С поставщиками Меньше Переговоров С производителем Меньше Гемороя С таможней С амазоном Там Всякими Проверками И так далее То что Подкрадывается Геморой Постоянно Откуда Не возьми У фломастеров Если спирт Используется Он оказывается У нас Забыл Как это слово Называется Но в любом случае Вредный Какой-то Ну вот Из-за этого Надо доказать С рычага Ты предъяви Там Целый геморой И нервотлет Я не знаю Не занимался Просто Надо поставить задачу Я узнаю Я не регистрировал Торговые марки Просто То есть Было раньше Достаточно Бренд регистр Бренд регистр На Амазоне Бесплатно Вот Ну Вполне возможно Я тоже слышал Но надо в любом случае Что по слухам Около 600-700 долларов Надо все искать Мы когда начинали Когда начинали Когда я помню Первый раз услышал Про Индусов Это был наверное Сентябрь И сказал В чате В нашем Мне сказали Что Я готов За индусов 800 баксов Заплатить Это вот прям Реальный сентябрь месяц И мне практически Все там кричали Узнай 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 Давай 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 Вот А сейчас Многие там 200 долларов Недорого А что изменилось Ничего не изменилось Продажи уменьшились Нет Все то же самое Просто Конкуренция растет Предложение падает И все И здесь вот 500 тысяч баксов Я думаю Если будет у нас Много желающих Этим заниматься Также объединимся Найдем какого-нибудь юриста Он нам будет Фигачить эти Такой же русскоязычный Там Куча народу Русскоязычных Куча просто Я думаю Юристы среди них есть Которые не против Заработать И делать это Массовом порядке Вот Ну просто сейчас На данный момент Неизвестно Нет Нет такого спроса Просто В группе В группе Да Есть люди серьезные С серьезными деньгами Но я например Лично мало с кем общаюсь У кого там Обороты там Выше 100 тысяч долларов В месяц Практически таких не знаю А если они Со мной общаются Они естественно Мне это не рассказывают В основном Основная масса Новичков Как бы там ни было Кто думает Кто хочет Кто рассматривает Кто уже торгует Сама регистрация Около 500 долларов Но стоит иметь До бюджет Так как Если будут вопросы То отписка Стоит 200 Тире 500 500 Зависимо от сложности Отписка Только не знаю Что это такое Ну смысл В любом случае Что Денег стоит Нормально Смысла их выбрасывать На старте нет Если у вас будет Какая-то определенная Уже Какая-то Примерная линейка товаров Тогда Соответственно Есть целесообразность Деньги вкладывать Отписка От юриста Легче не стало Если честно Что такое Отписка От юриста Но смысл В любом случае Понять Когда нам Надо будет Регистрировать Торговую марку Можно будет К Александру Обратиться Он у нас Крупный специалист Олег Я не понимаю вопрос Смысл услуги Услуги какой Если торговую марку Ну наверное За услугу Юриста Который Будет этим заниматься Вот здесь все Официально Ответ на запрос А регистрационный С регистрационной Палаты США Только я не понимаю Почему У них все Так у буржуев Почему нельзя Просто Тупо За Тредмарк Заплатить Определенную сумму Денег И не ждать Еще 200-500 долларов Но это же В любом случае Будет отпиской Почему ее нельзя За ведомость Уложить Ну ладно В любом случае Двигаемся дальше Когда у нас пойдет Массовые Регистрации брендов Всего остального Тогда я думаю К этому вопросу Вернемся И будет это Более актуально Какие еще вопросы Есть Может там Что-то такое Злободневное Продолжение следует... Все Вопросы кончились Так мы лайфы до часа не дотянем Что значит 18% МДС для России До платеж Куда его относит Относить Но 18% Идут на услуги Амазона Услуги Амазона Значит у нас там Было 39,99 Стало там 40 с копейками Ну 18% Прибавить И плюс Там все нормальные люди Платят 15% А мы 18% Например Это фи Амазона Вот и все изменения Стоимости Мелочь Но неприятно И главное Непонятно Куда эти бабки уйдут Опять в унитаз Потом нас спрашивают Почему мы налоги не платим Нормально Денис слышал Что не про услугу Вихрь От Неизвестной компании Если я не ошибаюсь То услуга Доступа Только участника Мастер группы Да ну Я даже Не Ну слыхал Слыхал Хотим мы запустить Ураган Чтобы вихрь снести Но Шучу конечно Но смысл один Мое представление Об этом Если вы прочитаете Условия И все остальное То что Я по крайней мере Так предполагал И Мой наверное Извращенный ум Это мне подсказывает Везде какой-то подвох Искать Искать Что-то такое Непонятное Вот Там есть такой Как это Пункт Мелким текстом Когда мы Например Вот сейчас планируем Запускать Аналогичный проект Мы просто хотим Например Запускаем 12 ключей За 400 баксов И мы заведомо Говорим Нам не надо Высокочастотники Мы их не будем продвигать Высокочастотник Как стоил Нормальный Высокочастотник 200-300 баксов Так он и стоит Но мы можем Вам низко-среднечастотники Закинуть Можете нам кинуть Там 15-20 Низко-среднечастотника Мы выберем Или все будем двигать Как выдвинем Там вот эти 12 Заплатить Соответственно 400 баксов Если вы хотите 20 То например Там 500 баксов Ну я к примеру говорю Предложение будет Я думаю В ближайшее время Мы сейчас тестируем Просто по себестоимости Потому что Не надо забывать Что есть продвижение Программное Есть продвижение Ручное Я предпочитаю Ручное продвижение Уже много раз Об этом говорил Вот Повторяться опять же Не хочется Исключительно Из-за рандома Программа Программа Поймает всегда Вот Мне так кажется Я могу ошибаться Еще раз Вот Я не сам Не программист Там вполне возможно Очень грамотно И так далее Но Конкретно По той теме По вихрю Здесь смысл какой Во-первых Презентовали Как супер-пупер Намного лучше Чем индусы Потом Через короткий Принжет времени Сделали еще лучше Ну так не бывает Лично для меня не бывает Я сделал вывод один Люди Ну и я потому что знаю Еще некоторых людей Которые программно Продвигают Не могут продвинуть Просто нормально Высокочастотники Вот И за это Начали перекруживать ситуацию Вот Почему Потому что Если бы они могли Это все делать Там не занимается Благотворительность точно Они не скричаются Ни с кем Бесплатно Они никого бесплатно Не консультируют Бесплатные там Вебинары не проводят Только с целью С одной Рекламы Тогда бы они опять же Продвигали Высокочастотники Отдельно И низкочастотники Как мы делали Они сделали Пошли другим путем То есть Приносите нам Какое-то количество Мы будем там 85% продвигать Ну то есть Сами понимаете Если вы возьмете 30 частотников Вот сейчас Возьмите свои Запросы ключи И вы увидите Что вот эти 10-15 Как раз сюда входят С головой Все высокочастотники До одного Еще и многие Среднечастотники То есть У вас остается В основном мусор Вот мусор и Продвигается Вот Но это Естественно Бывают исключения Из правил И так далее И так далее Естественно Они еще хотят Путем пойти Что они берут Как бы все А там может быть А-ля Это самое Оно и вылетит Может быть Повезет Вот Не знаю Я вот именно Сделал такой вот Но вчера Общавшись С человеком Он говорит У него там Высокочастотники Продвигаются У меня нет причин Ему не верить Но я не пробовал По поводу того Что они там Ученикам Но это такая контора Которая сегодня Ученикам Вчера они Вихрь Завтра у них Вихрь 2 Будет Послезавтра Перезагрузка Там постоянно Идет маркетинг Там битва Не за Ну короче Там битва За клиента То есть Если сейчас У них программа Не справляется Ну какая проблема Им поставит Например там Серва Вот Или еще что-нибудь Все вот эти Вот ограничения Они интересны Только при монополии Когда у тебя монополия Когда ты на голову Сильнее всех конкурентов Когда ты лучше предлагаешь Ну так как Я себя естественно В конкуренты Не составляю Думаю Однозначно Индусы Являются конкурентами Потому что Они запланили все Если мы В августе Думали про бан И все остальное Сейчас думаю Все пользуются Цена у индусов От 100 до 300 долларов Просто кто хочет Рисковать Индусы абсолютно разные Вот Надо их пробовать Из-за этого Кто-то больше берет Кто-то меньше Кто-то быстрее Кто-то не быстрее Кто-то не вперед Кто-то не вперед Даже сами Думаю сталкивались За 100 баксов Типа Если сразу отдашь Там дешевле будет Ну это как-то напряжно А типа Если ты сразу не отдашь То потом 105 цена будет Ну вот и все Но еще раз говорю Это лично мое мнение Если я буду делать Я буду делать Прозрачно Опять же Я наверное Не маркетант Не маркетолог Я наверное Что-то неправильно Не понимаю в интернете Но в любом случае Я не собираюсь Вот эти вот Туда заложил Сюда заложил Когда вот эти вот Мелким текстом Это именно Увертки Чтобы просто Не возвращать деньги Которые пообещали Сделать Выполнить Из-за этого Договорились 12 ключей Вот этих Не выполнили Там 10% 400 долларов Минус 10% Значит 360 долларов Все Все ясно и понятно Все прозрачно А когда у тебя Вот эти вот проценты Откуда они взяты Как их высчитывать Куда То есть это Кручу 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 Ну как бы вот так Я не пробовал Из-за этого сказать не могу Люди Я могу точно сказать Что мне многие Жаловались Но есть Я не знаю Футбольный мяч Вы видите В баскетбольный мяч Да нахер он там нужен Мне У меня есть такие люди Которые даже туда выводят Вот такое вот сравнение Просто вообще не в свою нишу Да в мяч вывел Но не в свой мяч Ну что там делать Еще и цена другая Еще Ну вообще Ну да Там даже иногда Генерация продаж бывает Но это бред Так что оптимизируйте товар Чтобы он у вас там удержался Чтобы было Что было у алгоритма Амазона понимание Что продается И что вы были релевантны Что если вы грилем торгуете Там станки для гриля Туда можно Да аксессуары засунуться Но аксессуары для гриля А не для выпечки например Или не для Там я не знаю Не столовой принадлежности То есть должно быть соответствие Оно может быть близко Но мимо Так что так Объясните пожалуйста Если регистрируешь второй аккаунт Достаточно ли Поменять IP Слышал что некоторые Новый комп Покупают Обязательно Это условие Или достаточно Да некоторые многие Комп новый покупают Им не дают открыть Заставляют там документы прислать Заставляют верифицироваться И так далее И все равно Им не дают торговать на Мазоне Не знаю Я не программист Не сеошник Не там какой-то Всезнайка Я не знаю Я консультируюсь с людьми Есть нюансы Я знаю У меня у знакомых Есть два аккаунта Через IP Я знаю у дропшиперов Которых там по пять Как они говорят аккаунтов Я знаю которым по пять Банили уже аккаунтов Ну так Они ко мне обращаются Мы разговариваем Они это заявляют Вот Я знаю Вот у меня человек Есть у него два аккаунта У него один аккаунт Не запустился Они взяли Пока там разбор Разбор полетов шел Что дописались Аж до Бейзиса Вот И помощник Бейзиса Решил вопрос Короче И соответственно Ему открыли в конечном итоге Второй аккаунт У него получилось два аккаунта Одновременно И с двумя аккаунтами Человек Говорит О чем мне делать Меня мог забанить И так далее Мы просто решили Написать в супок Ситуацию доложить И естественно Преподнести Типа там у соседей Там туда-сюда Вот И у нас осталось два аккаунта Чистыми Нормальными Аккуратными Вот Без всяких IP Там Это на одном IP Вот Ну сосед занимается То есть Ситуация исключительно Все время решает по-разному Это вот Амазон Он с одной стороны Очень умная Такая мощная машина Автоматическая С другой стороны Очень много всяких косяков Так что вот так И по IP Ну VPN-ки покупают Ну Не бесплатно Не на брусете Не на холле же сидеть В любом случае Забудете Так что А через VPN Сложно Вот Так что Да, лучше Конечно Вот у меня есть знакомый Ну вот У многих Во-первых Не забывайте Что IP У многих Динамический IP-адрес То есть Роутеры поменяли Привет То есть Я например У меня дома Я могу подключить У меня там ТТК стоит Могу еще один роутер Кинуть Также в коридоре Подключиться к МТСу И у меня будет Два роутера И два ноутбука Да, в любом случае Два лучше компьютера Просто чтобы не путаться Это очень важно Деньги там могут быть большие Вот Это первый момент Это первый момент То есть Или два роутера Или перезагружать Один роутер Входить в другой То есть Постоянно В IP А у меня знакомый Он просто Он даже Это не делал Он просто Сделал Этот Как его звать Через Телефон Просто Расшарил Грубо говоря И сделал Как его Как роутер И все И у нее Мобильный интернет То есть Один компьютер На мобильном интернете Один компьютер На домашнем интернете И все Все дела Так что Проблем особо Никаких нет И никакие IP Не надо менять Средний частотник Что такое Средний частотник Для меня лично Средний частотник У меня цифр нет Средний частотник Я беру Конкретную Фразу То есть Вот Берем конкретный товар Берем конкретную фразу Ее анализируем И например У одного Товара может быть Высок частотник 100 тысяч Низкочастотник Меньше 100 Естественно Средний частотник Там и на 10-20 тысяч Вот А у другого товара И причем продажи Мог быть Там я не знаю По 100-120 продаж В день На первой странице В среднем 80 продаж Ну то есть Бешеные продажи А у другого 8 миллионов Может быть Высок частотник И продаж Две продажи в день И как Мерченворд врет Все относительно Я на цифры смотрю Вот просто Для меня Мерченворд Это вот Стоят позиции Первая Вторая Третья Четвертая Пятое Шестовое То есть Я вот так Смотрю И соответственно У меня Десятая Там Двадцатая Тридцатая Позиция Это вот Среднечастотники Там ниже Это низкочастотники Первый Там 5-10 Это высокочастотники Ну то есть Оплачен Оплачивать Не в Калифорния Ты и так Пи-Пи-Си низкий Маловероятно В любом случае И Пи-Пи-Си Я уже много раз По этому поводу говорил Когда товар продается Он везде продается Когда не продается Он нигде не продается И если товар не продается У вас И Пи-Пи-Си Будет максимально высоким Так Звука нет Не знаю Вроде Это самое Поставьте плюсики Пожалуйста Есть у кого звук Ну все Звук прекрасный Еще вопрос Только по делу А то сейчас Никита За спами Тут все Он продает Там по 40 штук В день Издевается над нами С Европой Европой все хорошо Видео Пересмотришь И услышишь Работаем Что Юрлицу открываем Работаем Над этим моментом Потому что Европа Первый Вот этот Фильтр Его пройти Сложность Да Никита Он такой Хитрец Все Придуряется Ему А скоро Больше всех Нас продавать Будет Как-нибудь Отрекламируем Да Да Пора Я ему Говорю Уже Это самое Говорит Сейчас Сейчас Вот у него Еще 9 СКЮ Подтянется Как он Все По 40 Будет Продавать Сразу Начнет Звездой Фейсбука Станет Денис Дайвичи Предлагали Всякие Отдать Свой Приват Лейбл В Канаду Как бы Позволит Драпшипить Свои товары За процент Ну и в чем Проблем Отдай Пускай Драпшипят Пока Ты до Канады Не дошел И на Ибэй И в Канаде Пускай Драпшипят Ты даже Можешь туда Прийти И сделать Листин Они с другого Листин Будут торговать Ты контролируешь Цену И если Они тебе Будут уже Мешать Ты их Всегда можешь Убрать Да везде Надо отдавать Мы только До Shopify Не дошли Вот А так Ибэй В любом случае Ибэй Это вторая площадка На данный момент По трафику В любом случае Там куча своих нюансов Там надо Так же учиться Там надо Тоже все знать Там постоянно Все меняется Правила меняются Там куча Всяких препонов Площадка более Открытая Там меньше Всяких Банов И всего остального Но там есть Свои правила игры Так Можно минимальный Перформанс Для новичка Пару слов Но Вы лучше Мне позвоните На Skype Skype В шапочке Канала Точнее Канал этого Facebook группы Сверху Вот здесь SDN64 Пообщаемся Я просто не знаю Что Для новичка Когда многие Спрашивают Тема живая Тема рабочая На Амазоне Можно заработать Можно Очень сложно Высокая конкуренция Здесь нельзя сказать Даже все по честному Но здесь такой Хардкор Я бы сказал То есть Здесь все против всех Вот Если мы где-то С чем-то объединяемся Друг другу помогаем У нас уже преимущество Вот Маленькое Большое это преимущество Сложно сказать Здесь С маленькими деньгами Рисков больше Меньше потеряете Но и Больше шансов Что вы не зацепитесь За товар Потому что Надо понимать При запуске товара Вам надо вкладывать В маркетинг И не жалеть Потому что Я не знаю Три четверти людей С кем я общаюсь Не понимают Зачем SEO По нормальному Не понимают Не понимают Зачем Нужен маркетинговый бюджет Вот То есть Вот с этими проблемами Надо что-то делать Очень Очень Надо Серьезно К этому подходить Я в те времена Когда начинал Не нашел себе Кто бы меня проконсультировал Потому что Я такой человек Я видео Плохо воспринимаю Вот И мне из-за этого Надо было С кем-то Пообщаться Поговорить Я искал Различные варианты Так Замечательно С интернетом Беда Что-то с интернетом Сегодня Не Айс Но в любом случае То есть В любом случае Новичку Однозначно Могу посоветовать одно Можно Учиться На своих ошибках Можно Вы получите За те деньги Которые Вы может быть Даже Не потеряете Или потеряете Вы получите Значительно Меньше опыта Если это будете Делать С кем-то Кто Вас будет Сопровождать Помогать Обучать Просто При этом раскладе Шанс На успех Чуть-чуть выше Чуть-чуть Не на Там я не знаю Не в два Не в три раза А просто чуть-чуть Но Знания вы получите Намного больше Точно А если вы Сами будете делать И Совершать свои ошибки Вообще не факт Что вообще Какие-то знания Получите Просто получите Негативный опыт Например Или позитивный опыт Но не получите Знания При позитивном Не получите При негативном При негативном Опте Не получите Позитивное Знание Так что Сложно сказать Вы же не пойдете С десятками товаров У каждого Которого будет Своя история Ну а мы Как бы Знаем Много историй Кто-то знает Естественно Намного больше Кто этим занимается Но мы к этому Стремимся Свои товары Надо Никита Продавать Везде Приват Лейбл Не Приват Лейбл Вот В любом случае Надо везде Продавать Ибэй Однозначно Там ничего Сложно Выставить Просто на Ибэй Непонятно Как продавать Вот реально Непонятно По крайней мере С теми товарами Которые Я туда выходил Все одно и то же Как-то стремно Вот У меня По крайней мере Было И Банан За это Чтобы Чтобы Google Шоппинг Там Показываться И Ибэй Вот То пока Пока На внешней трафике То есть Мы пока Работаем Над Улучшением Стратегии Внутреннего трафика Магом А вы хотели Чтобы я себе Рассказал Я просто смотрю Не туда смотрю У меня что-то одно написано Там что-то другое Я люблю на вопросы отвечать А себе говорить Не знаю Нет привычки Ну и еще Лично Что-то там С интересными людьми Пообщаться интересно В привате А так Я даже не знаю Что о себе рассказывать Обычный человек Денис Привет Вопрос Про Ибэй Забанил аккаунт Покупателя Около Тысячи Положительных Отзывов Дальше Что-то Не помню Не продавца Я Несколько раз Инициировал Возврат У разных Поставщиков Из-за этого Мог быть Бан Но я про Ибэй Вообще Не в теме Если честно То есть Чего не знаю Того не знаю Ну вот Так что Ничего не могу сказать По себе без наставника Очень сложно Никита Говорит День По 5-7 Вопросов Всех Адресую их Денису Не было бы наставника Было бы Караул А дальше Курсы Посмотрены Не без этого Ну Опять же У нас Никитой Срослось А с кем То не срастется Это обычная Как бы работаемая Кому Кому получается У кого не получается В первую очередь Опять же К тому же Никитсе Он сделал все сам Я могу только Направить Подсказать Исправить Не более того Давайте Вопросы Сейчас у нас Уже практически Подходит Последнюю партию Наверное За бабаши И до понедельника Пока Ничего нового Не могу найти Сейчас очень Такая пора Тяжелая Поиск товара Запуск товара Там Товары мы выбираем Разные Сложные Не знаю Из-за этого Прям Непонятная история Что делать По поводу Обучения Тоже двигаемся В этом направлении Развиваемся Вот Из-за этого Не знаю Что рассказывать На лайвах Пишите вопрос Я в принципе Могу людей Найти Пригласить Но Не хотелось бы повторяться Не знаю Что В понедельник Четверг Я веду лайвы Готовьте вопросы Заранее Можно В онлайн Мне Если я знаю На вопрос отвечу Если не знаю То отвечу Постараюсь В следующий раз Именно по тематике Амазона Приватлайбл Просто я Ну Мне затрудняет Сказать Какие-нибудь Юридические вопросы Или какие-нибудь Например Регистрация Трейдмэрк Хотя Торговую марку В принципе Можно без проблем Я думаю Узнать А вот По ebay Как работает Ну Я вообще Затрудняюсь Потому что Там своя специфика Везде Во всем надо Чтобы на эти вопросы Отвечать Профессионал Мне кажется Быть Этим Заниматься Если у кого-то Есть желание Рассказать О себе Чему-то там Поделиться С людьми Ответить На вопросы Со мной Вместе Вот Приглашаю На лайв Можно пообщаться Я думаю Людям будет интересно Вы Может Что-то Донесете Расскажете Своё Я честно Могу сказать Не знаю В чём Разница Лично Общение Конечно Круто Но Здесь охват Можно сделать Больше Гораздо Но опять же От вас зависит Тоже Количество Вопросов Участников Вопросики 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 Вопросuki Вопросики А там уже захват почты. С интернетом какие-то проблемы, я так понимаю, у меня сегодня. Что-то он часто прерывается больно. Еще раз читаю вопрос. Можно... Да что ты, я мой. Еще раз читаю вопрос. Можно в респондере писать о бонусе, который можете скачать с нашего сайта. А там уже захват почты. Проблема одна. Достаточно тривиально. Это Амазон не любит внешние ссылки. Еще ссылки на аналоги своего товара, линейки и всего остального еще куда не шло. Но любой нормальный, как я не люблю, например, когда в фейсбук-группе, вот сейчас я увидел. Не знаю. Настоящая это ссылка. Или ненастоящая. Можно сказать, конкурентов или неконкурентов. Не знаю как. Но в любом случае, пользы от этого я не вижу. А вижу скрытую рекламу. Может, я неправильно это сужу и так далее. Здесь то же самое. Амазон также на это смотрит. Только, естественно, в сотни раз жестче. Зачем рисковать? Я не вижу смысла. То есть, чтобы вам получить почту, вам в любом случае. То есть, можно писать о бонусе. Вы напишите о бонусе. Но как вы перешлете человека туда? Вам нужна ссылка такая. Зазовите я с удовольствием. Естественно. И Кустова, и Путина, и Порошенко. Кого угодно. Честно. Вот если вот есть люди, которых вы хотите спросить и можете организовать. Я только за. Я потому что позвал всех своих друзей, с кем плотно работаю. И кто может нам чем-то помочь. Просто остальные, например, или заняты, или не могут. Или говорят попозже. Вот сейчас я готовлю, например. Мы готовим опять очередное по Европе. Мы готовим по фотографиям. Вот. Ну просто это все не минутное дело. Вот. Из-за этого. А так позвать. Я не знаю, что там нам Кустов скажет. И зачем ему тут тусоваться. Но если бы он хотел бы, например, там Кэш, там Кустов, там. Кто там у нас есть. Мазепин, там. Я не знаю. Я бы с удовольствием задал бы кучи вопросов. Хотя вот не знаю. То есть, это надо готовиться записывать. Мне лень. Но в любом случае, можно было бы с удовольствием пообщаться в онлайн. И отвечать на вопросы. Просто каждый же смотрит на перспективу. Какая ему от этого выгода. То, что он здесь пообщается. Я не знаю, какая выгода каждому из них. Лишний пиар. Но их и так все знают. Вот. Я с удовольствием пообщался бы. Я не знаю. То есть, я про курсы уже много раз говорил. Но лично, как людей, я их не знаю. Вполне возможно, они великолепные, замечательные люди. Но. А я наоборот негодяй какой-нибудь. Очень классно было бы посмотреть видеоролик, как использовать Facebook в продаже. Ну вот, я могу что сказать по этому поводу. Это мы говорим о внешнем трафике. Вот. Если мы говорим именно об аккаунте Амазона. И использовать Facebook, там Google, там Instagram, Pinterest, Twitter, там. Ну все. Вот все, что можно было. Еще и Shopify туда засунуть, там, каким-то макаром. Это круто, но для этого нужны специалисты. Кого я знаю, они до этого уровня не дошли. У меня таких специалистов нет. Вот. То есть, пока я ничего не могу. То есть, я рассказываю исключительно то, что я лично знаю. Нигде-то я прочитал. Нигде-то я услышал. То есть, мы просто делаем с товаром какой-то результат. Мы говорим, это работает в данный момент. Делаем результат, это не работает. Мы об этом рассказываем. Эта программа сейчас лучше. Она лучше тех двух, которые были дать. Ну и так далее. Ну вот. Из-за этого сложно что-либо сказать. По Facebook, вот, я единственным человеком разговаривал, который, я так понимаю, дальше на основного ушел по внешнему трафику. Она мне сказала, что Facebook не работает в Америке, она считает. И в таком виде, как мы себе, как я себе представлял, Instagram не работает. Вот, у нас Instagram только-только здесь вот такие вот лакшери вещи, классные фото, там, дорогие излишества. Вот. А у них, говорит, Pinterest уже его заменил Instagram. Instagram превратился в это самое селфи. Селфи с сайтом, грубо говоря. Вот они там в Instagram себя там фотографируют со всех ракурсов, сзади, спереди, сверху, снизу. Вот весь Instagram. Что они, какие шмотки одели, какую сумочку они носят, в каких трикошках они ходят, какие у них задницы. Как они в тренажерном зале, как они в бассейне. Ну, то есть, вот весь смысл в этом. А Pinterest именно совсем другой. Вы даже зайдите, посмотрите. Я вам там подписался на архитектуру. В первую очередь, мне нравятся дома, строения. Просто я обалдею, какие дома они строят, какие пейзажи. Ну, самое главное, именно архитектура. Вот. И многие такие вот. Там совсем другой формат. Вот. Мне сказали, что Pinterest генерирует обалденное количество продаж. Вот у нее там несколько десятков тысяч. Я человека приглашал, пока она не готова рассказать именно о том, как продвигать товары через эти вещи. А Pinterest и Twitter. Twitter сейчас изменил свой интерфейс. У них теперь не просто ссылка на видео, а видео можно смотреть. Вот у меня, кстати, я после нее, когда пообщались, открыл Twitter аккаунт. Кому интересно, можете, я не знаю, как это называется, подписаться или фигу. Ну, я, короче, вообще, я Facebook еле осилил. Вот. Сейчас, короче, Twitter осилил. Я не знаю, я уже распятый, наверное, его запускаю. Меня уже несколько раз банили. Вот. Но, по крайней мере, будем двигаться дальше, пересиливать себя. Вот. Pinterest там показывать особо нечего. Ну, я не знаю, у меня здесь есть Pinterest. У меня и блогеры есть, и Pinterest. Все подряд, короче. Есть все. Ну, вот. Скинуй Pinterest. Может, кому-то интересно будет. Тоже себе сделайте для, там, товара, для сайтов. Просто пока у нас нет бренда. Что такое бренд? Это линейка продукта, в которой вложены деньги, который имеет индивидуальный вид, который имеет особые какие-то преимущества, вид. То есть, ну, и все вот эти вот вещи. Вот. Тогда люди будут туда идти. Тогда будет людям интересно. А когда мы берем тупо одну и ту же болванку и на нее клеим надпись и укладываем в особую коробочку, это не бренд. Это не торговая марка. Это ничто. Это просто фуфил. Сейчас вся Россия, завалена куча российских интернет-магазинов, завалена говном полным. То есть, все это бренды. Бренды, бренды там, емое. Куча магазинов сейчас в торговой центре энергии, в Украине. Но у нас это просто ужас какой. То есть, если у нас там 90-е, 2000-е, это вот все было в Армяне. Версачи, Армани, Габана и так далее. Все подряд, все говно, емое. Там на всю спину, там, надписи, там, на весь живот, там, и так далее. Вот, чтобы там видно было со спутника, что ты реальный пацан, емое, или девчонка. То сейчас, сейчас у нас нормальные люди, ну, было и тогда понятно, что, как бы, совсем другие бренды, на самом деле, многие пользуются. А второй момент, то, что интернет-магазины и многие вот такие вот торговые центры, особенно вот типа наших городов, чем меньше город, тем больше вот этого барахла, то здесь вот именно непонятно. Даже в нормальных больших торговых центрах, большие магазины, это вот непонятные бренды такие, я не знаю, там, неизвестных вообще названий, там, какие-то придумали. Фигачи там, я не знаю. Сдирают Зары. Вот, там, в прошлогодней коллекции Зары. Там, у нас там Зара, потом, что там у них. Брешка там, емое. У Брешки, наверное, там, следующий сдирают. И вот они вот это говно клепают, емое. Вот, это такие самые крутые. А все остальные еще худшую дрянь делают. Вот и все. То есть, что на Амазон фигачит, что у нас здесь. Так что бизнес, он везде одинаковый. И, то есть, Амазон, он показал, как бы, вид бизнеса с другой стороны. Как вот эти бренды создаются и все остальное. Ну, что, я думаю, на сегодня достаточно. Какие были вопросы, думаю, ответил, что знал. Что не знал, ну, извиняйте. Поучимся. Все будет отлично. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok